Сегодня утром в центре города на перекрестке улиц Ленина и Преображенской кировчане обнаружили труп мужчины на вид 45-50 лет. Тело долгое время лежало на тротуаре. Спустя время к месту приехали скорая и полиция. Как сообщили последние, следов насильственной смерти заметно не было. Личность мужчины пока не установлена. Известно, что тело доставлено на судебно-медицинскую экспертизу. По предварительным данным, смерть могла наступить из-за проблем со здоровьем. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. В Кирове более 80 работодателей повысили зарплату своим сотрудникам. Правда, только после того, как они посетили заседания межведомственных комиссий, которые проходили с участием представителей администрации города, управления пенсионного фонда, налоговиков и прокуратуры. Об этом сообщают в городской администрации. Отмечается, что на повышение зарплат работникам пошли предприятия и индивидуальные предприниматели, которые платили своим сотрудникам зарплату меньше прожиточного минимума, либо она была меньше минимального размера оплаты труда. В этом году стоматологический десант высадится в 17 районах области. Специалисты Кировской клинической стоматологической поликлиники продолжат выезжать в районы для оказания помощи населению. График выездов опубликован на сайте областного Минздрава, сообщают ведомстве. Стоит отметить, что подобную практику медики использовали и в прошлом году. Специалисты отправляются в те районы, где нет или не хватает своих стоматологов. В каждый пункт, как правило, приезжают терапевты, хирурги, детские зубные врачи. Там они будут работать в течение нескольких дней. За два года Кировский памятник «Копилка» бездомным животным собрал более 250 тысяч рублей. Такую сумму озвучили в Кировской региональной общественной организации защиты животных «Дари добро». Установили арт-объект у ЦУМа еще в июне 2015 года. Пса, который холестворяет бездомных животных, назвали «Биедиктом». С тех пор волонтеры каждый месяц подсчитывали, какую помощь удалось собрать с помощью собаки-копилки. Все собранные средства направляют на помощь бездомным собакам и кошкам. Чаще всего деньги перечисляют ветеринарным клиникам, где брошенные питомцы проходят необходимое лечение.